Важное без преувеличения для многих россиян решение сегодня приняли депутаты Государственной Думы. Они в третьем чтении приняли поправки в закон, сделав приватизацию бессрочной. Ранее предполагалось, что бесплатная приватизация завершится 1 марта 2017 года. Продлить ее до 2020 года планировалось для крымчан, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов и детей-сирот. Теперь такое право получили все те, кто еще не приватизировал жилье. Согласно новым поправкам, утратившим силу признается положение закона об окончании всеобщей бесплатной приватизации 1 марта 2017 года. Данное решение было принято после многочисленных обращений граждан, прозвучавших на встречах с депутатами. Приватизация сделана бессрочной для всех жителей Российской Федерации. И сегодня это решение принято в третьем окончательном чтении. Напомню, возможность однократно приватизировать жилье, не заплатив за это, появилась у россиян с 1991 года. Акцию государство хотело завершить еще в 2007-м. Однако отодвигало крайний срок пять раз. За 25 лет приватизировано более 30 миллионов единиц жилья. В собственность оформлены 78% квартир. Самый активный период был где-то в апреле 2016 года. За апрель было 26 квартир, в мае 23 квартиры, а вот допустим в ноябре уже 11 квартир приватизировано. Спад обусловлен был тем, что люди получили квартиры по очереди, в начале года их приватизировали активно. А сейчас, в связи с окончанием периода приватизации 1 марта 2017 года, люди активизировались. Стоит отметить, что приватизации в соответствии с законом не подлежат квартиры специализированного жилого фонда. Это жилье, предоставленное по коммерческому найму, маневренный фонд и служебное жилье. Также нельзя приватизировать жилплощадь в общежитиях и домах аварийного фонда. По данным управления городского хозяйства, в 2015 году жители Наринмара приватизировали 111 квартир, в 2016 – 133. Люди, заключая договор приватизации, он там действует на протяжении двух лет. То есть, они могут два года ходить, его не приватизировать. Поэтому там хотелось бы, чтобы люди были более активны в этом решении. То есть, если приняли решение приватизировать, то не затягивали этот процесс. Горожанам, которые хотят воспользоваться правом бесплатной приватизации, необходимо обратиться в управление городского хозяйства в отдел приватизации. Валентина Чебичев, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.